Сегодня днём под Москвой в Раменском районе у села Степановское упал пассажирский самолёт Ан-148 Саратовских авиалиний. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Вылетели из Домодедова, летели в Орск. В 14.26 через 4 минуты после вылета самолёт пропал с радаров. В 15.54 его обломки были обнаружены. Как заявляет МЧС, выживших в авиакатастрофе нет. Работают спасательно-поисковые отряды. Создан оперативный штаб, который предоставляет всю информацию о катастрофе. На месте падения самолёта сейчас работает мой коллега Сергей Халашевский. Здравствуйте, Сергей. Понятно ли что-то о причинах происшедшего? Есть какая-то уже версия, что случилось? Да, я рада. Но сейчас, конечно, трудно назвать какую-то одну основную версию этой авиакатастрофы. Мы находимся в деревне Степановска, это Раменский район Подмосковья. Уже несколько часов здесь пытаются расчистить дорогу, которая ведёт в чистое поле, как раз к месту падения самолёта. Обломки разлетелись, по словам очевидцев, на расстоянии где-то километр-полтора по траектории движения самолёта. И никаких сейчас основных версий нет. Люди говорят о том, что они слышали хлопок. Вы сейчас, может, слышите о том, как спецслужбы, полиция расчищают проезд для спецтехники, пытаются каким-то образом пропустить туда вездеходы, пропустить снегоходы. Даже мы увидели сотрудников МЧС на снегоходах. И нам удалось сегодня поговорить с очевидцами этой авиакатастрофы, с жителями деревни. Они услышали в небе хлопок. – Целого самолёта я не видел. Уже как куски непонятные. – В воздухе? – Да. – А место падения вы видели? – Место падения я сейчас только там был. – И как вы видели? – Там вот лесопосадка происходила, и вот там уже вертолёты всё отцепили, ну, смотрят. – Там как будто день, всё, как фейерверк, летело, прям всё горело. И когда упал самолёт, мы видим, что это не вертолёт, и видно было, что это самолёт действительно, что падает, прям упал, и взрыв такой большой. Мы там на месте сейчас происшествия были, там оцепление, там глубоко очень, периодически здесь никто ничего не делает, там прям середина леса на поле. Поэтому там осколки маленькие, и работают сотрудники, всё, что могу сказать. – Это был мой коллега Сергей Халашевский с последними новостями о падении самолёта Ан-148 саратовских авиалиний.